Интересно. Для неэкспертов в космической отрасли, зачем в космосе ядерная установка? Мы впервые обсуждали доклад в Думе о развитии космической деятельности в России. И одна из тем, которая звучала наиболее ярко, это ядерный движок в космосе и ядерная станция на Луне. Почему они нужны? Потому что опыт показал, что ядерный движок не только позволяет спутнику работать дольше, но он позволяет ему перемещаться. И есть проблема, например, мусора космического. Сейчас не только МАСК, но и другие страны запускают сотни тысяч спутников. И на космической орбите становится тесно. Они разрушаются. И надо как-то расчищать пространство. Это можно сделать только в том случае, если есть агрегат, который работает с надежным движком. И это движок только ядерный. Поэтому наш опыт тех лет, когда такой движок создавался в ФИИ, он сегодня востребован. И я думаю, что этот проект – это совместный проект Роскосмоса и Росатома. А китайские партнеры просят у нас ядерную энергоустановку на Луне. Они создают там космическую такую деревню. А мы поставим туда энергетику. Поэтому Россия здесь лидер. И я хотел бы это подчеркнуть. И это лидерство мы должны закрепить. Поэтому есть поручение президента правительства. И я тоже предложил, чтобы наше правительство определило не только источники, объемы финансирования, но и сроки реализации этого проекта. Я знаю, что вы недавно были в Королеве, в Центре управления полетами. Расскажите, какая была цель поездки и насколько продуктивно все прошло? Мы готовились как раз к этому докладу в Государственной Думе. И поэтому представители четырех комитетов выехали в Центр управления полетом. Мы там пообщались с нашими космонавтами, провели сеанс связи. И там состоялся обстоятельный разговор. Я очень благодарен судьбе, что впервые смог не только побывать в Центре управления полетом, но и поговорить с нашими космонавтами. Все знают, что Калуга космическая. И я с гордостью говорю о том, что мы будем поддерживать космические проекты во всех направлениях. А там есть, куда приложить свои усилия и поставить свое плечо. Например, нужны очень серьезно современные инженерные специалисты. И наша Бауманка, на мой взгляд, могла бы здесь серьезно помочь в реализации планов, которые мы обсуждали в Государственной Думе. И мы должны нарастить количество спутников. Вот я вам говорил, что другие страны запускают сотни, тысячи, да? И только что китайцы сообщили о запуске нового, самого современного спутника. Мы отстаем. Но мы готовы создать новые современные производства, поточные производства спутников. И одним из предприятий будет НПО Лавочкина. А его филиал у нас в Калуге. Поэтому Калуга будет космическое. Я думаю, оставаться еще долго. Как вы думаете, реально ли наверстать вот это отставание в космической сфере? У нас нет другого варианта. Мы не имеем права отставать дальше. И то, что удалось атомщикам стать мировыми лидерами, я думаю, наши инженеры, ученые из космической сферы имеют перед своими глазами. И больше того, я убежден, что между Роскосмосом и Росатом, между учеными и специалистами будет налажено очень серьезное сотрудничество. Не только в ядерном движке, но и по созданию новой электроники, новой приборной базы. Много чего. Больше того, один из самых современных заводов, который завтра будет работать в России, он расположен в атомном городе Железнодогорске, в Красноярском крае. Я там был. И я думаю, атомщики помогут в реализации тех планок, о которых говорил Юрий Иванович Борисов. Сейчас космические технологии помогают и могут помочь еще больше для реализации задач специальной военной операции. Вот как вы считаете, в этой сфере, насколько есть перспективы сделать еще лучше? Мы даже не можем так обсуждать, чтобы сделать лучше. Надо сделать необходимое. К сожалению, сегодня мы что-то сделали быстро. Запустили несколько спутников специального назначения. Но это только первый шаг. И я думаю, что сегодня мы сделаем все, а финансирование для этого выделено, чтобы наши ребята, которые решают задачи специальной военной операции, знали, что связь работает как часы. Знали, что у них всегда будет самая точная и достоверная информация о том, что происходит на полях сражений. И это сделать должны, конечно, спутники. И мы это сделаем. Давайте продолжим тему специальной военной операции. Буквально вот уже на днях в Обнинске состоится премия «Человек года». Таким особняком выделена номинация «Народ Зет». Вот знаете ли вы что-то про эту премию? Может быть, вы знакомы с номинантами? Я знаю все. Потому что 27 лет назад мы в Обнинске создали замечательный проект. Каждый год происходит публичное выдвижение самых успешных, талантливых людей в разных сферах. Производство, наука, культура, образование. Все публично обсуждают. А потом тайным голосованием экспертный совет во главе с главой администрации, а я являюсь тоже членом экспертного совета, определяет, кто станет «Человеком года», а кто получит общественное признание, а кто просто горд тем, что его выдвинули. Так вот, когда мы в прошлом году решили ввести новую номинацию «Человек Зет», мы уже сразу увидели, что невозможно определить лучшего. Потому что столько людей стали вдруг решать задачи поддержки наших ребят. Гуманитарная помощь, плетение сетей, поставки оборудования. Один человек, умница, он что сделал? Он за свои деньги купил снайперские винтовки. Это миллионы. За свои собственные деньги. И мы в прошлом году решили не присуждать кому-то одному гран-при. А в этом году девять человек. И все самые разные. И все самые заслуженные. А самое главное, вы знаете, мы вот, я думаю, на сцене увидим людей, которыми тоже надо гордиться. И они не остановятся. И даже победа к нам придет. А все равно, забота о семьях, о детях, о тех ребятах, которые вернутся со сражений, это все останется у нас с вами. И я думаю, что вот эта номинация «Зет», она сегодня будет уже второй год, но она не будет прекращена. Когда кто-то скажет, может быть, хватит, но я никогда не скажу. Но, наверное, это определенная мотивация для людей, которые выдвигают, которых выдвигают. Вы знаете, когда мы создавали этот проект, я сказал, что важно даже не мотивация людей, а важно, чтобы они знали, что их видят. И их оценивают. И очень многие скромные люди говорят, да не надо, не надо. Я просто знаю, что я должен делать, и все. А мы говорим, нет. Мы хотим, чтобы весь город знал, на кого можно смотреть, гордиться. И чтобы дети знали, что вот их родители совершают такие гражданские, очень интересные вещи. И это большой проект, 27 лет. Его нет больше в стране нигде, я вам сразу скажу. Это уникальный опыт. И он будет работать дальше. Вот как история «Человек-Зет». Казалось бы, ведь были люди, которые говорят, а зачем? Ну зачем еще «Зет» нам, и так мы устали, и так мы все знаем. Нет, надо. И мы это будем и дальше продолжать. Какие-то новые вещи будут появляться. Кстати, одни из номинантов, руководители компании, которые создали антидроновые системы, промышленники, инноваторы. Мы их увидели, мы их оценили, и мы о них скажем. Вот такая живая история. Потому она так долго уже и живет. Давайте перейдем к другой теме. Депутаты Государственной Думы недавно разрешили местным властям вводить туристический налог, начиная с 2025 года. Вот поясните, пожалуйста, это решение. Я воспользуюсь вашим вопросом, чтобы сказать, это решение было в составе крупного блока вопроса, связанного с налоговой реформой и с реформой бюджетного кодекса. Стоит задача дать регионам новые источники для развития. И они есть в разных сферах. Но вот это выделено особо. Потому что опыт ведения курортного сбора, а были тоже острые споры. В Сочи показал, что город получил серьезные ресурсы для развития инфраструктуры. Город стал красивее, чище. Людям стало комфортнее. Самим жителям стало комфортнее. Жители не устают от гостей. И нам надо сделать то же самое здесь, на Калужской земле. Я за это выступал. Потому что внутренний туризм, внутренние потоки гостей серьезно увеличились. И мы обсуждаем, и какие новые гостиницы нужны, и какие кемпинги нужны, какие зоны отдыха нужны. А где взять деньги для того, чтобы у нас появились и хорошие дорожки, и хорошие туалеты, и хорошее кафе. И вот я думаю, что этот налог, этот туристический сбор, он поможет и Калуге, и Обнинске, и другим нашим городам, и области, в самом деле, наращивать все, что связано с гостеприимством. А сумма этого туристического налога, кто будет определять? Тоже местные власти? Мы должны все внимательно посчитать. И вопрос тоже. Ведь мы налог будем брать не из тех, кого мы отловили на улице и сказали, ты зачем к нам приехал? Ну-ка плати. Нет, конечно, это организовано. Прежде всего, это будет дополнительная плата для всех, кто пользуется услугами гостиниц, домов отдыха, кемпингов. То есть, организованного такого отдыха. Как дальше быть, посмотрим. Но, во всяком случае, нам надо научиться нашим гостям говорить. Если ты хочешь, чтобы здесь было с каждым годом все лучше, чуть-чуть заплати. А если я, как житель Калужской области, поеду в гостиницу, допустим, в другую, в Тарусу, например, с меня будут брать туристический налог? Или это только именно для гостей из других регионов? Я думаю, что все пользователи услуги гостиницы должны будут платить. Конечно. Потому что, если мы начнем делить, то возникнет история, с которой мы не раз уже сталкивались. Когда уклонение от уплаты или просто разбор, кто наш, кто не наш, он ничего хорошего не принесет. Поэтому нужны хорошие нормы. И я очень рассчитываю, что и правительство Калужской области, задачка новая. Но есть возможность изучить чужой опыт. В том числе, опыт Сочи. И опыт Крыма. И сделать так там. Вот и все. Еще налоговую тему продолжим. Недавно тоже Госдума приняла закон о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьми. Вот поясните, пожалуйста. Ну, во-первых, это будет через год. Для чего? Надо отладить систему и создать базу. Потому что это будет заявительный характер. Вот вы, если у вас двое детей, вы пишете заявление, что мой доход среднедушевой с расчетом на каждого ребенка ниже прожиточного минимума или чуть-чуть выше. И будет принято решение, что вам всю сумму, уплаченную в прошлом году, 13% поделят пополам практически. 6% останутся, а 7% вам выплатят. И позволят дальше, я думаю, правительство решит, как это сделать, дальше не платить. Но нужны будут подтверждения, конечно, базовых информаций о семье. Это такое серьезное подспорье для миллионов семей, мне кажется, России. Безусловно, безусловно. И я думаю, что это позволит нам создать механизм, который мы можем наращивать. Сегодня мы решили, что 7%. Может быть, завтра мы решим вообще освободить эти семьи от уплаты налога. Почему нет? И мы это обсуждали тоже. Важно, чтобы государство реально помогало семьям, в которых рождаются дети. На этой ноте закончим нашу беседу с вами сегодня. Спасибо, что пришли к нам в студию. Вам спасибо. В эфире телеканала НИК-ТВ была программа «Интересно». Я с вами прощаюсь. До свидания. Интересно. Субтитры создавал DimaTorzok